Здарова, это Шамшурин и, как обещал, вторая часть видоса с ответами на ваши вопросы, которые были ранее заданы вами под видео вопрос-ответ. Вот, значит, отвечаю на те вопросы, на которые ответить не успел. Так, мы закончили там на отношениях. Так, я уже говорил, что про отношения. У меня есть видео на канале. Ребят, те, которые недавно подписались, недавно смотрят меня, поищите на канале, там очень много полезных видосов. То есть, я без лишней скромности говорю, что столько полезного контента с подробным разбором ситуации, как у меня, вы нигде не найдете. Можете посмотреть и сравнить, как бы, ну, здесь я железно в себе уверен. Вот. Единственное, что надо сделать, надо не полениться. Вот. Потому что народ уже настолько обленился, что они уже даже поискать не хотят. Плюс те, кто смотрит мои подходы, это все круто. Но те, кто смотрит видео из машины или где-то я что-то рассказываю, то есть, это, как бы, видео более полезное. Это намного круче, то есть, они более полезны. Итак, такой вопрос. Как побороть неуверенность в себе человеку с хорошими физическими данными и интересному собеседнику, но с кривыми зубами и скудной мимикой? Из-за этого постоянно выношу сам себе мозг. Что посоветуешь, чувак? Слушай, по-моему, все элементарно. Есть такая штука, она называется брекеты. Не слышал? Вот. То есть, у нас Антоха носит брекеты. Это, как бы, один из лучших тренеров нашего проекта. И что? Как бы, у меня были девушки, которые носили брекеты. Как бы, я к ним нормально отношусь. То есть, скорее, это ты больше заморочился над своими зубами. Ну, как бы, сейчас, слава богу, медицина такая, что можно поправить все, что угодно. Скудная мимика. Что такое скудная мимика? Кто тебе сказал, что она скудная? Работай перед зеркалом. Старайся как-то, не знаю, улыбаться. То есть, разрабатывай мимику. У меня был на тренинге чувак, у которого было все время выражение лица, как будто он бухой. Но мы ему помогли, потому что, как бы, есть определенные техники. То есть, как разработать мимику, как поменять мимику. То есть, вот, пробуй делать это. Вопрос такой, как избежать бытовухи, как-то выкроить время на что-то, кроме работы и дел по дому. Работай с 8 до 8 часов. Час приходится что-то доделать, задерживаться. Пришел в 9, пахал, все со стула, уже встать неохота. Не то, что там развиваешься еще как-то. Ну да, изредка получается выбраться в спортзал, в выходные встретиться с девушками, с друзьями. Но я чувствую, что этого мало. Нужен дополнительный пендель, смена работы. Чувак, ну если тебя не устраивает твоя жизнь, как бы, я бы рекомендовал, что? Ну, элементарно, выдели просто полдня выходного, сядь с блокнотом, отключись нахер от всех, уедь в лес куда-нибудь, не знаю. Просто, ну, вытаскивай из головы все, что тебя не устраивает. Пиши, что мне не нравится, что я хочу поменять, как это. То есть, просто сядь, подумай. Как правило, людям это делать неохота, потому что мозг, ну, не хочет выходить из привычной реальности. Как ни странно, несмотря на то, что тебе так жить, ну, не прикольно, тебе так жить комфортно и привычно. Комфортно не значит хорошо. То есть, соответственно, ну, что делать? Надо менять работу, надо думать об этом. Это не произойдет вот так. Надо открывать какой-то бизнес, который, может быть, через год, через пять лет, через три года можно будет сделать каким-то отчуждаемым, чтобы он работал без тебя. Мужик, здесь, кроме тебя, твоей жизни никто не поменяет. Если она тебя не устраивает, надо меняться. Шамшурин, глубокая благодарность за твою вито-то-то. Полностью разделяю твою философию. Так, вот вопрос. Было бы клево, чтобы ты снял видосик, где взрослые дядьки в возрасте и статусе с высоты прожитых лет дают комментарии парням, на чем стоит концентрироваться внимание молодые годы? Слушай, отлично, Олег. Мы сейчас как раз снимаем кучу новых студийных видео, которые просто будут запущены на канал разом и будут выходить очень часто. Это будет где-то к середине июля. Формат немного изменится. Мне надоело снимать подходы. Ну, я старый дядька сам уже, как бы, в 30 лет, в 33. Все, кто хотели увидеть, как я общаюсь с девушками, ну, они это уже сто раз увидели. То есть, да, будет интересный формат, мы его немножко поменяем. Будут вот такие вот штуки со старыми дядьками. Вопрос такой. Не знаю, насколько важен этот вопрос. Но как выбраться из зажатости на общественном месте при общении? Как выбраться из зажатости на общественном месте при общении? Мужик, ну, во-первых, конкретизируй вопрос. То есть, при общении с кем? Что ты сейчас на общественном месте? Во-вторых, ну, есть тысячи упражнений, которые позволяют тебе социально раскрепощаться. То есть, в том числе, я эти упражнения даю на своих тренингах. Ты можешь почитать о них в моей книжке. Ты можешь посмотреть в интернете. То есть, там, смотря какая у тебя зажатость. Ну, то есть, там упражнения от поднятия рук вверх где-нибудь на эскалаторе, самых легких упражнений, до упражнений спеть в метро, там, ходить с пластырем на лбу, не знаю, с клоунским носом, привлекать к себе сознательно внимание. То есть, там много чего можно сделать. То есть, ну, это реально обширная тема. То есть, ну, я могу сказать одно. Это лечится, мужик. То есть, просто нужно делать. Я тебе скажу так. То есть, тебе, наверное, хочется, чтобы кто-то пришел, вот, дал тебе какую-то безболезненную пилюлю, чтобы ты ее схавал, и зажатость прошла. Я тебя хочу настроить сразу на то, что тебе придется прям перешагнуть через свой страх, причем неоднократно, сделать какие-то упражнения, какие-то практики, какие-то техники, которые будут, как бы, сознательно тебя в эту сожатость, в эти критические ситуации погружать. То есть, где тебе будет совсем хреново. Но только там выход. Только после этого тебе станет легче. Блин, сейчас, погодите, жарко. Так, смотрите, значит. Так, здравствуйте. В одном из своих видео вы говорили, что важно заниматься со своей девушкой анальным сексом. Так вот, уже третью девушку в отношениях не удается ни в какую развести на него. Не могли бы вы поделиться этими тонкостями? За ответ заранее спасибо. Ну, смотри, слово развести, оно какое-то херовое. Второй момент. Делаешь что-то не так, да? То есть, третий момент. Сначала ты занимаешься обычным сексом. Четвертый, ну, сейчас, давай так. Третий момент, то, что, ну, процентов 70 девушек или даже 80 прям охотно, ну, как бы, соглашаются и получают от этого удовольствие, если ты сделаешь все правильно. Ты сначала занимаешься обычным сексом, потом, допустим, там, на следующий раз или как-то говоришь, что тебе нравится туда и что начинаешь объяснять, что она получит от этого удовольствие. Она, скорее всего, говорит, что, ой, это не, там, больно, это будет не классно и так далее. Ты объясняешь, что это твой прошлый опыт. То есть, с тобой такого не будет, это ее прошлый опыт с ее прошлыми мужиками. Я сделаю все прикольно, классно, аккуратно. То есть, задача убедить ее на словах. Но сейчас я не буду вдаваться в подробности и долго рассказывать об этом. И параллельно, как бы, сделать это мягко и плавно. То есть, как бы, я могу, конечно, схему, ну, как бы, я не знаю, этот блок вообще немножко не об этом. И мои видео не об этом. То есть, эти штуки я рассказываю, вот, как бы, на узкую аудиторию, на тренинг. Допустим, ты сначала это все, то есть, не нужна даже никакая смазка. Ты сначала разрабатываешь это пальцем, потом, там, двумя пальцами, потом, тремя. Есть еще такая штука, то есть, там есть сфинктер, то есть, там такое кольцо, как бы, вокруг него вена. Можно заморочить даже так. То есть, когда ты помещаешь туда два пальца, ты немножко раздвигаешь вот так вот, и, как бы, ты в какой-то момент почувствуешь, как вена вокруг пульсирует. То есть, дальше уже ничего не надо. Есть, опять же, слюни, есть пальцы, если уж, как бы, есть очень плавно и мягко туда входить, вот это понятие. И могу тебе сказать, что, ну, половина девушек от этого может испытать оргазм, как бы, ну. То есть, к сожалению, формат вот этого видео, который я сам себе ограничил и обозначил, то есть, он не для того, чтобы я сейчас в деталях и в подробностях объяснял тебе про анальный секс. Как-то так. Как замотивировать себя, как найти цель в жизни, как избавиться от людей, которые тянут тебя вниз. То есть, Макс, очень большая, широкая тема. Еще раз, прям, подожди июль, середину июля, то есть, число где-то 15-20, мы уже сняли видосы про мотивацию, про окружение, про там, про цели. То есть, я дофига чего наснимал прикольного, это будет классный формат в студии. Мы эти видео откроем. То есть, там более подробно, там, прям, по пунктам, ты эти видео обязательно увидишь, не пропустишь, просто следи за каналом. Как понять, в каком русле двигаться дальше? Как найти свое призвание? Какие чувства посещали тебя, когда ты нашел свое дело? Ну, Стас, то же самое, тот же самый ответ тебе. То есть, по поводу, я отвечу на отчасти вопрос. Какие чувства посещали тебя, когда ты нашел свое дело? Я тебе скажу так, что даже сейчас, как бы, я иногда думаю, а мое ли это дело, да? То есть, как бы, сейчас у меня появились какие-то сомнения, потому что я вырос, и пикап в том виде, в котором есть, в чистом виде, там, беготня за телками какими, ну, какая-то такая история, она меня не очень устраивает. Мне неинтересно рассказывать это, мне интересно рассказывать более глубокие вещи, то есть, о чем я и говорю на своих, там, живых семинарах, тренингах. Нет такого, что прям, па-бам, и оргазм, класс, кайф, то есть, ууу, я нашел свое дело, круто, я молодец, там. Ну, просто в какой-то момент ты понимаешь, что тебе прикольно чем-то заниматься, и это еще и начинает приносить тебе деньги. Ну, как бы, критерий такой, что ты понимаешь, что ты этим занимался бы и без денег. То есть, вот когда, девка прикольная проехала. Когда ты начинаешь чем-то заниматься и понимаешь, что тебе кайфово, независимо от того, зарабатываешь ты на этом или нет, и ты прям этому хочешь уделять свободное время, то тогда, наверное, это первый признак того, что это все-таки, там, одно из твоих любимых дел или твое любимое дело. Но, опять же, Стас, прям чуть подожди, будут видосы на все эти вопросы. Последнее время уже, потому что комментов много, мне надо вот как-то коротко и сухо ответить более-менее на каждое. Последнее время уже второй раз подряд попадаются девушки, которые в детстве воспитывались без мам. Ну, странно. И что самое привечательное, я привязываюсь к этим девушкам, хотя для меня очень сложно привязаться в принципе. Это может быть с чем-то связано. Слушай, ну, можно заморочиться на эзотерике, да, и подумать, что это с чем-то связано. Можно не заморачиваться, то есть, как правило, в жизни работают те вещи, в которые ты веришь. Если ты веришь, они будут происходить. Если ты не веришь, считаешь это совпадением, они не будут происходить. Задай себе вопрос, это сильно парит тебя? Или что? То есть, если они воспитывались без мам, ну, как бы, соответственно, это как-то повлияло на их характер. Но мне надо понять, те девушки, которые попадались тебе, у них какой характер? Они такие прям вот ласковые, нежные, они недополучили любви, им хочется на ручки, то есть, чтобы ты их пожалел и как бы защитил. Или они, наоборот, такие мужикообразные, такие сильные, жесткие, то есть, хотя, скорее всего, второе, наверное. Не знаю, там, может быть, папа хороший в семье был и заменял и маму, и папу, то есть, тогда у них с недостатком любви проблем не было. То есть, ну, с чем это связано, неважно, как бы. Если тебя это парит и в чем это проявляется, и ты не знаешь, что с этим делать, вот такой вопрос лучше напиши. Как ты учился в школе? Сколько было троек? По каким предметам? Ну, скорее всего, Александр школьник, да, то есть, может быть, не всем интересен этот вопрос. В школе я учился так, то есть, у меня были тройки. Я троечник, у меня по математике, по алгебре, по химии были двойки вообще там. Я ненавидел никогда алгебру и химию. Ну, я гуманитарий, то есть, аттестат у меня с семью или с восемью тройками, по-моему, как-то так. То есть, я троечник, я раздолбай. Ну, как показывает практика реальной жизни, те люди, которые, как бы, нет прямой корреляции между красным дипломом, да, там, и твоим успехом по жизни. Также можно быть троечником и добиться много чего в жизни. Но можно быть троечником и ничего не добиться. Можно быть, иметь красный диплом и ничего не добиться, а можно иметь красный диплом и стать, там, не знаю, депутатом Государственной Думы. Я не знаю, то есть, короче, что-то тут интернет подсел. Сейчас продолжим, ребят. Значит, вроде все снимает. Скажи, пожалуйста, можно ли соблазнять крутых девушек, если у тебя зарплата 20 тысяч рублей, тебе всего 18 лет, пока ты только в процессе реализации себя? Я думаю, что да, просто вопрос в твоем внутреннем состоянии. И, как бы, если тебе 18 и у тебя зарплата 20 тысяч рублей, я могу тебе сказать, что кто-то в 40 лет где-то в России, причем таких людей, ну, несколько миллионов, несколько десятков миллионов, зарабатывает столько, сколько ты в свои 18. Поэтому, чувак, вопрос в том, что тебе надо немножко погордиться собой. То есть, тебе надо осознать, что кто-то, не знаю, в 25-29 лет живет с родителями на бабушкину пенсию. То есть, я считаю, твоя ситуация, она прикольная. 18 лет зарабатывать 20 тысяч рублей в России, ты красавчик. То есть, если ты считаешь, что это, ну, нормально, и тебя это немножко там дрочит, скажем так, то это первый признак того, что ты очень скоро будешь зарабатывать больше. Было бы хуже, если бы ты считал, что это нормально, как бы, ну, двадцатка, ну, у меня есть целую двадцатку, я там, я успешно и так далее. Нет, чувак, то есть, у тебя все нормально, все можно, то есть, забудь про это. Как бы, смотри, есть девушки, которые финансово обеспечены, да, своими родителями. Ну, если девушки твоего возраста, откуда у них деньги, господи, они сами не работают, им там папа с мамой все обеспечили. И они не сильно парятся, чтобы ты там был какой-то богатый. И вот эти девушки постарше, да, или из бедных семей, да, то есть, они хотят, конечно, за счет мужика вылезти. А вот эти вот восемнадцатилетние, ну, прости меня, мужик, ты тоже молодой, то есть, малолетки, у которых все есть, ну, я так понимаю, ты их имеешь в виду, как бы, им, ну, как бы, им деньги не нужны. У них, они есть на то, что, как бы, на самое необходимое, как бы, на все, на закрытие всех их потребностей. Им нужны эмоции, им нужен нормальный мужик, такой, как ты, поэтому у тебя все круто, чувак, ты все можешь. Как избавиться от ревности к своей девушке, которую любишь? Такой интересный вопрос, прям, как избавиться от ревности? Ну, тут надо копать глубже, то есть, причина ревности, это следствие, да, это, как бы, это не причина, то есть, причина в том, что ты не уверен в себе. Почему ты не уверен в себе, не знаю, ты, может быть, не уверен в себе, потому что, кроме этой девушки, у тебя нет доступа к другим девушкам, потому что ты считаешь себя каким-то не очень классным, то есть, там, мало зарабатываешь, там, и думаешь, что кто-то больше. Может быть, ты считаешь, что какие-то у тебя качества не те, которые нужны, то есть, копать надо в себя, как бы, в себе. Первый шаг, давайте скажу, первый шаг, просто, ну, не знаю, напиши, например, на бумаге, там, 10-20 пунктов, почему ты ревнуешь. Почему? То есть, нет, смотри, давай так, ты ревнуешь, потому что ты, не, давай, да, смотри, ты ревнуешь, потому что ты боишься, что можешь ее потерять, ты боишься, что она может от тебя уйти, вот, такой момент, и, соответственно, напиши 20 причин, давай 20 причин, почему ты боишься, что она от тебя уйдет, то есть, соответственно, что в тебе что-то не так, где ты считаешь себя недостойным, где ты считаешь себя, как бы, где ты где-то уступаешь, и с этим уже будем разбираться, потом дальше напишешь куда-то, сюда или в личку, то есть, ну, мне нужны более конкретные вопросы. Начинаю уже снимать видосы, где ты будешь рассказывать, как выстраивать, развивать гармоничные отношения с девушкой, как себя вести, когда она истерит, как ставить ее на место. Ну, хорошие темы, кстати, да, это, я думаю, что в ближайшее время будет. Я просто еще раз эти комментарии просмотрю, и вот на какие-то интересные, большие, сложные вопросы снимем отдельное видео. Попросил девушку в сети скинуть фотку в нижнем биле, давно с ней знакома, она написала, наслаждаясь, и скинула фотку фака, в общем, обиделась, и потом написала, оставь меня в покое, до этого хорошо общались, чего она обиделась-то и не... Ну, обиделась, если бы у вас был секс до этого, наверное, шансов получить от нее фотку было больше. Если секса не было, если вы вживую там не встречаетесь, встречаетесь в сети, как бы, ну, нормальная, уважающаяся девушка тебе не будет скидывать эту фотку. Ну, скинула фак, ну, скинула фак. Как из этого выйти? Напиши, пригласи ее куда-нибудь в театр, то есть, ну, без какого-то сексуального подтекста. То есть, тебе надо вытащить ее из сети, тебе надо вытащить ее вживую навстречу. Там уже исправлять свои косяки. Вообще, блядь, как вы общаетесь в сети, не вытаскивая девушек вживую навстречу? Блядь, что за бред вообще? Кстати, по поводу сети, то есть, вообще не надоело то, что ваша жизнь проходит в сети, ребята? Что вы знакомитесь в сети, вы с друзьями переписываетесь в сети, вы, блин, не знаю, все время сидите там, жрете что-то, проверяете там, ватсап, вайбер, то есть, как бы, вы оттуда вылазить собираетесь. Вы вообще поколение людей, которые живет где-то вот в интернете. То есть, жизнь, она, блядь, за окнами, она не... Вон она, вон там, вон жизнь. То есть, они здесь, она вот, не в этом компьютере, не в этом телефоне. То есть, она, она не в сети, ребят. И вы так и будете, то есть, жить в сети до пенсии, что ли. Смотрите, для того, чтобы вы перестали это делать, по-моему, 22-23 суббота, воскресенье, да, или 23-24. То есть, суббота, воскресенье, выходные 23-го, там, какого-то 22-23 июля мы сделали для вас новый формат тренинга. Очень прикольный. То есть, это будет двухдневный тренинг для начинающих. То есть, для таких особенно личностей, которые не вылезают из сети, которые там заработались. То есть, вы на работе сидите в компьютере, я не знаю, вы, блин, дома сидите в компьютере, вы общаетесь в компьютере, вы просираете свою жизнь. Реальные эмоции, они вживую происходят. Это страх, это волнение, это радость, это, блин, это окрыленность от того, что вы соблазнили какую-то девушку. Это встание влюбленности в какую-то девушку, потому что вам круто вместе, взаимная влюбленность. Вот это круто. Ребят, для вас, значит, 23-го и там два дня, 22-го, 23-го или 23-го, 24-го, выходные июля мы будем проводить двухдневный уикенд с тренером. Двухдневный, то есть, это выходные, с утра до вечера. Вы проведете с нами с утра до вечера выходные. Это очень прикольный формат, то есть, он дешманский, мы сделали его максимально доступным по цене. Для того, чтобы любой студент, там, любой даже там не очень обеспеченный парень мог найти сумму для того, чтобы туда прийти. Что за формат? Мы будем полностью эти два дня заниматься знакомствами. После них не будет проблем со знакомствами вообще. Самый главный прикол, что каждый из вас из пришедших туда за два дня через каждого из вас пройдет до 50 девушек. С какими-то из них вы просто познакомитесь, там, просто скажете привет. То есть, кого-то из вас пошлют, потом следующие не пошлют. То есть, это жизнь, ребят, бывает и так, и так. С кем-то удастся даже пойти сразу на свидание. С кем-то ваше общение продолжится, причем не с одной. Еще раз, за два дня через вас пройдет более 50 девушек через каждого. Стоимость очень недорогая, дешевая, доступная. Два дня с утра до вечера. То есть, с нами, плюс мы даем вам задание, вы ходите самостоятельно, плюс вы возвращаетесь опять с нами. Это полевой формат сразу в полях. По поводу теории мы выдадим ее вам заранее на диске, то есть, вы ее посмотрите. Буду я, два моих лучших тренера, Антон и Дима, и еще несколько саппортов, которые будут вами заниматься. То есть, ни один из вас не уйдет, как бы, ну, без результата, не уйдет, не сделав что-то, потому что я лично и мои тренеры будем давать вам пинка, чтобы вы делали. Вот такая история. Для того, чтобы туда попасть или узнать все подробности об этом тренинге, кликайте на ссылку под этим видео и, соответственно, сейчас будем продолжать отвечать на эти вопросы. «Хорош сидеть в интернете, блядь, давайте выходите на улицы». В Москве столько девчонок красивых ходят, просто пятница, суббота, воскресенье, Манежка, Камергерский переулок, Петровка, там Большая Дмитровка или Малая, я не помню, какая там Дмитровка. То есть, там просто цветник. И они все ходят нарядные, красивые, они оделись для того, чтобы с ними познакомились. И, сука, кто-то, кроме вас, это сделает. То есть, поверьте, девчонки одни не останутся. А вы так и будете сидеть, тыкать клавиши в своих сетях и спрашивать меня, что делать, если я в сети попросил скинуть фотку. Зачем тебе эта фотография? Ты дрочить на нее собрался? Живые женщины ходят по улице. Давайте, записывайтесь на тренинг, ссылка под видео. Продолжаем. Вова, как быть мужчиной? Интересный вопрос. Я стремлюсь и работаю над собой, достигаю результатов. Но девушкам я нравлюсь, как парень, с которым хорошо провести время. Все, после трех-пяти свиданий девушка становится все труднее, когда куда-то вытащить. Подскажи, что делать. Ведь время идет, я метаюсь. Так, смотри, еще раз. Основная твоя причина в том, что ты их не трогаешь. Ты не переходишь с ними к сексу. Я считаю, что максимально в твоем случае, максимально после третьего свидания, ты уже должен заниматься с ними сексом. Тебе очень сильно везет, что девушки приходят на третье, на четвертое, на пятое. Они тебе дают шанс, они говорят, я пришла, трахни меня, я этого хочу. Я хочу секса, я хочу, чтобы меня жестко выебли. Я хочу отношения, я хочу поцелуев, обнимашек, романтики, жесткости. Я хочу телесного общения. Потому что сколько можно с тобой ходить, как с другом. Ты не предпринимаешь эти действия. Ты боишься их трогать, или не знаешь как, потому что боишься, что они сольются. Но в твоем случае руководствуйся принципом, что если я не буду их трогать, они точно сольются. А если ты начнешь трогать, то, скорее всего, все будет окей. То есть косяк только в этом, что ты их не трогаешь. Так и попадают в друзья, чувак. Это элементарные вещи. Привет, Вова. Какое, по-твоему, мнение, лучшее мужское качество, которое ценят девушки? Ну, я одно не могу выделить. Я могу выделить настойчивость. Это прям вот или целеустремленность, или упертость. Вот как-то вот оно так называется. Выживаемость, когда мужчина такой живчик. То есть когда он может решить любую проблему. То есть он такой, как бы, следующее. Это ответственность. Когда он прям говорит, не ссать, я сейчас все разрулю, то есть я беру на себя ответственность. Ну, вот такие качества. Это, наверное, топ. Что делать, если ты в момент подхода к девушке чувствуешь себя дебилом? Блин, ну я не буду дальше читать этот вопрос. Подходить с этим ощущением и переставать чувствовать себя дебилом. Вован, красава, ты просто красава. Спасибо большое, Коля. Так, читать дальше. Ух, нифига себе, тут целый этот трактат. Я потом почитаю обязательно. Николай Зиновьев, огромное спасибо за... За такой текст, то есть, ну, тут я сейчас его буду только читать, не знаю, целый час. Что делать с безответной любовью? Бля, застрелиться, мужик. Найти себе другую девушку и забыть про эту, ну, как бы. Либо попытаться эту девушку сделать своей женщиной, а не просто ходить и плыскать слюни, и говорить, боже, я люблю тебя. Скорее всего, ты просто не проявил себя там, как мужик. Извини за прямоту. Еще можно осветить более подробную тему, как заинтересовать и удержать девушку. После того, как добился первого секса или первых положительных и ответных чувств. Добился это херовое слово, Женя. Плюс видео про отношения у меня есть. По каким параметрам оценивают девушки? Если получить максимум из возможностей, есть реальный шанс, что заинтересуется этим парнем больше, чем тем, с которым в данный момент. Там очень много параметров, мужик. Стоит ли заниматься сексом с несовершеннолетней? Нет. Что делать, если встречаюсь с девушкой, но нравится ее сестра? Блядь. Встречайся с ее сестрой, мужик. Ну, не знаю. Объясни ситуацию ей, объясни ситуацию сестре. Я не знаю. Попробуй прислугнуть сестре. Но это интересная история. Можно было бы по поводу нее поговорить, но не сейчас. Вот, сними видео, как знакомиться в других местах с девушками. Не на улице, например, в магазине, в кафе или в книжном. Я понял. Но у меня есть какие-то похожие видосы. Мне интересно, что скажешь ты, своего опыта, в пикапе, и жизни на такую ситуацию. Пикап мне интересен как инструмент. Сгон из себя со стула и компьютера. Вот искренне заебало, что знакомые чуваки тусуются, а я нет. Вот вам, ребята, кстати, человек пишет правду. Про вас же. Выходил с октября один. Потом с напарником. Напарник ходил только в клуб. Потом слился, нашел девушку. Я играл один до конца мая где-то потом. Что значит играл? Хочу та-та-та. Я не понял, как бы, сути вопроса. Володя, было бы интересно, если бы ты сделал что-то со своим лицом. Типа нарисовал себе шрам. Прикольная штука, кстати. Но я пранки не снимаю, ребят. У меня на тренингах, на индивидуальных, для особо зажатых есть разного рода такие упражнения. Я могу это сделать без проблем. То есть, ну, как бы, заморочимся, как-нибудь снимем. Но пранки это не мое. То есть, пранки это, вон, другим этим пикап-тренерам, горе-тренерам, которые снимали пранки и тут решили, что они тренеры. И у них тренинги стоят, там, не знаю, какую-то херню. Ну, а потом вы удивляетесь, почему вы ничему не научились. У меня с рождения не врит. И это отражается на моей внешности очень сильно. У меня одна часть лица перекошена. Это уродливо выглядит. С этим тоже уже ничего нельзя поделать. Вот, подхожу пообщаться к девушке. Бывает так, что она спрашивает, что у меня с лицом бывает, что сливается за это. Как мне грамотно ответить девушкам? Да, кстати, вот, когда люди вот с какими-то диагнозами... Блин, мужик, вот, Ред, я так понимаю, ну, псевдоним. Еще раз, напишите мне вот люди, у которых такого рода вопросы в личку. Попробуем выделить время, там, полчаса на консультацию. Просто я буду ехать где-то в пробке, мы просто по скайпу поговорим. Я не знаю, может быть, я чем-то смогу тебе помочь. Но, то есть, здесь эту ситуацию как бы разбирать не будем. Пиши в личку ВКонтакте. Тема переезда в Москву. 23 года живу с родителями в провинции. Давно задумался о переезде. Но так случилось, что умер отец. Не знаю, как поступить в данный момент. Основную часть денег зарабатывает мама. А я сижу с родным братом, ему 7. Давно понимаю, что я должен быть по порой и тому подобное. Я не знаю, как мне оставить их одних в такой ситуации и уехать. Есть большие амбиции, которые точно не смогу реализовать в своем маленьком городе. Бля, мужик, но надо как-то принять самому и объяснить маме, что ты не можешь в 23 года сидеть с... Своим младшим братом. То есть, надо, значит, сделать так, чтобы основную часть денег зарабатывал ты. Иди, езжай в Москву, если ты хочешь. Зарабатывай там эту основную часть денег, чтобы мама меньше работала там или работала по минимуму, или на дому, или вообще не работала, сидела с братом. Потому что это ее функция, это ее прерогатива. Мама должна сидеть со своим ребенком. А тебе 23, блядь, ты должен работать. Ну, как бы поменяйся ролями. То есть, да, есть такая ситуация. Папа ушел, ты старший сын, ты мужчина. То есть, теперь ты, ну, и тебе не 10 лет. Ты должен стать этим мужчиной. То есть, ты должен занять место главенствующего в семье. Для этого можно находиться в вашем городе, можно переехать в Москву. Ну, да, это, сука, серьезный шаг. Это нелегко. Но, как бы, пора взрослеть, мужик. То есть, такая жизнь, я не знаю, что тебе сказать. То есть, чем раньше ты повзрослеешь, тем лучше тебе будет жить на этом свете. То есть, да, надо становиться взрослым и ответственным. Но в 23 года сидеть с братом, это полная херня. Можно ли прожить без девушек? Нет. Ну, можно стать пидором. У меня есть девушка, которая мне нравится, ну, с которой я хотел бы начать строить серьезные отношения. Ну, вот проблема, я школу в этом году закончил. Блин, короче, про школу отвечать не буду. Постоянно сталкиваюсь со следующей проблемой. Несколько свиданий, обнимашек, посылуя без проблем. Как только пытаюсь перейти к сексу, с ней начинается так называемая борьба за трусы. Пробовал твои советы по борьбе с возражениями, не получается. Прижимать с теней тоже не срабатывает. Как лучше действовать? Подождать, продолжать киноэстетику, обрабатывать заражение. Ну, чувак, то есть, если она у тебя в квартире, то есть, очень коротко на твой вопрос. Если девушка пришла к тебе домой, то она должна быть либо женщиной, либо никем. Если она уже у тебя в квартире, и ты где-то что-то либо не дожал, либо не довозбудил, либо не довызвал доверие, либо не... Ну, бла-бла-бла. То есть, соответственно, это твой косяк. Вова, скажи свою квартиру и женщину... Вова, покажи свою квартиру и женщину. Зачем? Я живу на съемном жилье, как бы я до сих пор не купил себе еще квартиру в Москве. Кстати, тачку вот зато обновил. Слава богу. С женщиной расстался вот после Нового года. Очень тяжелое расставание было, как бы... Долгая история, там очень личная. Как-то так, поэтому ни то, ни другое не покажу. Привет, Володь, спасибо за то, что ты делаешь. Вопрос такой, как красиво слиться, если девушка при подходе жестко сливает? Да никак. Как бы ты красиво не сливался, внутри ты все равно будешь чувствовать какой-то дискомфорт. Не знаю. Просто улыбнись, скажи, ладно, давай, хорошего дня тебе и уйди. Спасибо, та-та-та. Так, после выполнения нескольких начальных упражнений желание подходить пропало. Теперь чувствую к девушкам неприязнь. Как исправить? Продолжать подходить, чувак. Неприязнь – это всего лишь обман твоего мозга, чтобы ты бездействовал. Как понять, что между ними? Свидание проходит классно, все так, как и должно. Но выходит на свидание, она редко, хотя не работает и не учится. Начинает накручивать себе эти накрутки, не дают найти другую. Вдруг все нормально. Это просто мои тараканы, и все, и я все... Че-то, чувак, какой-то бред. Сформулируй вопрос нормально. Здорово, Вова. У меня проблема в том, что девушки редко вызваниваются. При том, что при подходе все было отлично, все в позитивной ноте, в конце еще и обнимаю. Я не понимаю, где я ошибаюсь. Еще хочу сказать, что если вчера подходил к девушкам, заинтересовал их, брал номера, все отлично. Но когда наступает завтра, и при звонке у меня такие мысли, может она там занята. Ну, короче, во-первых, это самое сбывающееся пророчество. Перестань об этом думать, хотя эту связь очень сложно разорвать. Во-вторых, какой-то вопрос при заинтересовывании. То есть, еще раз, если они дают номера, и если они с тобой обнимаются, они могут это делать просто лишь бы ты отъебался. Может быть, ты опасно себя ведешь, может быть, ты слишком резкий, может быть, тебя слишком много там, я не знаю. То есть, надо рассматривать вопрос знакомства. Вообще, в идеале, конечно, чтобы ты снял и прислал нам на почту. Ну, как-то так. Так, тему, что парень, правда, приезжает из другого города. Да будут такие темы. Начал знакомиться, брать телефон, но мало кто вызванивается. Та же фигня, ребят, есть какой-то косяк на стадии знакомства. Я не могу дистанционно поставить вам диагноз. Это то же самое, вы звоните в скорую, говорите, у меня болит вот тут, вот тут, вот тут. Доктор говорит, я хочу посмотреть. Приходите на вот этот уикенд, о котором я говорил. То есть, он бюджетно стоит, он будет очень крутой. Ну, то есть, если кто-то хочет моей личной обратной связи и, соответственно, моих пинков наконец-то сдвинуться, оторвать свою жопу от компьютера, приходите, ну, как бы, я не смогу дистанционно вам в некоторых моментах помочь, ребят. Хотелось бы рассказать, раскрыть тему женских проверок. Чувак, ну, есть такая тема, да? Но есть информация, которую я не могу дать в общем доступе, потому что, ну, как бы, я и так столько информации выдал в общем доступе. Посмотри 10-20 моих подходов к девушкам, там практически все эти проверки есть, там будут примеры того, как я их обрабатываю. Здравствуйте, Владимир Хат-так-так-так, это я читал. После расставания с девушкой есть такой-то внутренний барьер при знакомстве с новыми. Но не могу себя позволить прикасаться, трогаю девушку. Подскажи, как можно от этого избавиться? Больше проводить свидания, больше знакомиться. Женя Царев, ты сам ответил на свой вопрос. О чем говорить с девушкой во время знакомства? Ну, конечно, блядь. Ребят, об этом снято тысяча видео. Ну, не тысяча, но из 400 видео на моем канале. Ладно. Я тут не буду ругаться. Скажи, как бы ты вел себя в ситуации, если девушка на свидании ведет себя с тобой грубо? Например, грубит или начинает все решать за двоих, и говорит, что мы будем делать так или так. Стоит ли отшучиваться или сразу поставить ее на место? Слушай, я бы сделал так. Я бы не отшучивался. Я бы сказал, слушай, ну, может, сначала бы поугарал над ней, потом бы сказал, слушай, во-первых, ко мне на свидание такая девушка бы не пришла, потому что я бы сразу отсек это во время знакомства. И не пришел бы с ней на свидание. Во-вторых, во время знакомства это было бы видно. Во-вторых, по поводу на свидании, я бы сказал, слушай, что за фигня, как бы, ну, то есть мы, ну, я пришел наслаждаться нашим общением, да, то есть если ты намерен мне грубить, хамить или там что-то тут решать и так далее, то нам не по пути, давай всего доброго. Твоя проблема, наверное, в том, что ты, вот, твоя проблема в том, что ты, вот, то есть она у тебя там единственная, да, или одна из немногих, поэтому ты не можешь себе позволить, вот, как-то вот, не знаю, легче к ней относиться, легче с ней расстаться. Если бы у тебя была какая-то альтернатива, ты бы сказал, слушай, давай, до свидания, да, я пойду, буду общаться с той, которая мне нравится, которая мне приятна. Подходы, я уже сказал про подходы. Как работать над своими комплексами? Про комплексы, ребят, тоже будут прям отдельные видосы к середине июля. Так, о чем общаться с девушкой на расстоянии? Что делать, если игнорить такие сообщения, как прошел твой день? Ну, скорее всего, значит, она уже охладела к тебе давно. То есть я могу сказать только одно, Макс, то есть, ну, отношения на расстоянии, они очень быстро разрушаются, то есть это реально факт. Поэтому либо ты перевозишь ее, перевозишь ее к себе, если еще не поздно, либо переезжаешь к ней сам, либо находишь другую женщину. То есть, опять же, твоя проблема не в том, что ты с девушкой на расстоянии общаешься, а скорее всего в том, что других девушек у тебя нет или возможности с ними общаться нет, потому что есть какие-то невидимые рамки, какой-то невидимый барьер, который тебе мешает. Вот. Поэтому ты цепляешься за... То есть, знаешь, это то же самое, что у тебя сдох кот, короче, он уже давно лежит в огороде, не шевелится, а ты все пытаешься его ногами попинать такой типа, «Эй, Мурзик, ну встань, ну чего ты?» «Эй, кс-кс-кс, там вставай». А Мурзику похуй, он уже завонял. Там уже мухи летают вокруг Мурзика. То есть, а ты все пытаешься его как-то... Странная ситуация возникла. На национальной... Я кавказец, вот уже несколько дней. Кавказец уже несколько дней. Я в Питере. Не знаю, почему, но девушки реагируют как-то странно на это. И в основном не хотят общаться. Чувствую реально дискриминацию из-за этого. Хотя обычно я самоуверенный и самодостаточный человек. Но это как-то ломает, что ли. Подскажи, пожалуйста, какие ситуации... Как эти ситуации пойти? Слушай, ну... Для кавказца я, пожалуй, думаю, что тебе надо, короче... Да, есть очагчающие обстоятельства. Ну, с этим придется мириться. С другой стороны, вот вчера буквально у меня был армянин, да, там, который проходил у меня тренинг ранее. То есть у него все нормально. Они с ним ходят на свиданиях, хотя он реально выглядит как армянин, а не как китаец там или русский. Блин, дождь начинается. Сейчас, ребят. Вот, смотрите, то есть история какая. Я бы на твоем месте нормально оделся, интеллигентно прям, вообще хорошо, да, там, рубашечка. И общался с ними очень мягко, интеллигентно. То есть в тебе уже врожденная позиция сверху, если ты кавказец. То есть у вас с этим проблем, скорее всего, нет. Вот. И общайся вот именно вот, то есть не пугай их. Не надо там жестить, эй, алё, иди сюда, да, там, не знаю, нагибайся и так далее. Это, наверное, бы немножко твою проблему сгладило. Может быть, не решило бы. Ну, как-то так. То есть смотри, оно, может быть, не решит эту проблему в целом, но у меня были кавказцы на тренингах, и мы как-то им помогали. То есть некоторые были прям радикальные кавказцы, когда сначала заходит нос в дверь, потом еще нос, 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 и потом только сам кавказец появляется. Были такие, знаешь, там, человек-волосы, блядь. Были такие, как-то, очень русифицированные, которые всю жизнь живут в России, там, и на лицо похоже на русского. Ну, вот попробуй сделать те вещи, о которых я сказал. Недавно познакомился с девушкой, ей 29, как оказалось, хотя выглядела она младше. Долго с ней поговорил, потом попытался взять телефон, она отказала и говорит, что у нас, мол, разные взгляды, мне нужна семья, дети, а ты молодой еще. Этого не дашь. Мне 25, как обработать такие возражения? Я бы сказал, что, ты знаешь, моя бабушка была старше моего дедушки на 4 года, и они прожили 50 лет вместе. Очень крепкая семья получилась. Я бы мог сказать, что мне нравятся девушки постарше. Я бы мог сказать, что, бля, ураган, кстати, начинается в Москве сегодня. Вот в этом прикол, надо тачку поставить в гараж. И вообще, бежать куда-то. Вот. Я бы сказал, что возраст мужчины и уровень его ответственности по жизни не измеряется его годами. Там можно много чего сказать. Как эффективнее всего знакомиться внутри вагона? Я об этом сто раз рассказывал. Также случается, что девушка идет прям чуть не с целой своей семьей, с мамой, с папой, что в таких ситуациях делать. Я об этом уже рассказывал. И точно такой же вопрос, но уже с парнем. Видно, что они там, парень, где они видятся, если они, она считает его... С парнем это сложно, ну, как бы, но, в принципе, нет, ничего невозможно. Потому что ей все равно будет неудобно там его сливать ради тебя. Если только он какой-нибудь задрот, а ты там, не знаю, Тимати. Отлично. Вован, привет к вопросу. Мне не по девочкам подъехать. Такая ситуация. Мне 19, закончил колледж под специальностью программист. Программистом и хочу быть. Но сейчас еще, судя по откликам на меня, слишком зеленый, чтобы быть хотя бы младшим разработчиком где-то. Не говоря уже о выпуске своих продуктов. В общем, это все маленький экскурс. Так вот, есть выбор. Терпеть и работать, пока не будет необходимых навыков для работы, которые я хочу. Либо идти зарабатывать прямо сейчас, работая менеджером по продажам в какой-то рандомной компании. Инстинкт на самосохранение, говорят, идти работать менеджером по продажам. Логика и здравый смысл учиться и работать для перспективы. Отец подтверждает последнее. Мама первая. Друзья шмырят, потому что хочу напрягаться по вопросам карьеры. Сами же практически все работают по блату. Хочу услышать твое мнение по этому поводу, так как знаю, что твой бизнес по пикапу начал приносить прибыль не моментально. Бля, мужик, ну я не знаю, то есть, с точки зрения, если тебе сейчас нужны деньги, ну, либо стоит попробовать пойти в эту компанию сразу работать, да, программистом. Ну и будешь зарабатывать немного, да, но ты там, как бы, ну, родители тебе помогут, может быть, раз тебе 19. То есть, осваивай какие-то техники, то есть, развивайся там, как специалист. Либо, да, поработай менеджером, но параллельно максимум свободного времени, да, будешь меньше гулять, да, будешь меньше пикапить, но, то есть, максимум свободного времени ты посвятишь развитию себя, как специалиста, программиста. То есть, и смотрите, какой прикол, что это стереотип, что вот когда при устройстве на работу нужно высшее образование, нужен опыт. То есть, есть такой бред, ты приходишь, тебе говорят, нам нужны люди с опытом, да, а если у тебя нет опыта, как бы, никакого, и ты после института, как ты, соответственно, устроишься на работу, какой-то замкнутый круг. Поэтому задача, как бы, смотри, у тебя может быть не быть там даже, как бы, законченного высшего образования, задача при приеме на работу даже тем же программистам показать, что ты что-то шаришь, что ты что-то умеешь, что ты готов развиваться, что ты за месяц, за два, за три можешь, как бы, научиться чему угодно, то есть, что ты уже сейчас можешь делать какие-то вещи, которые делают сотрудники с опытом. Ну, как-то так, потому что, когда я работал на дядю, когда я устраивался работать на дядю, то есть, у меня не было высшего образования, и у меня его и сейчас нет. Вот, я приходил, и, как бы, конкурс был в одном месте, 8 человек на одно место, и у всех было высшее образование, у меня его не было. Но взяли меня, потому что, как бы, я их убедил, что я самый клевый здесь, и, как бы, образование здесь ни при чем. То есть, поэтому, попробуй походить по вот этим компьютерным фирмам, да, и убедить, что ты крутой чувак, чтобы тебе, как бы, дали какую-то зарплату. Если ты думаешь, что программер меньше получает, чем менеджер по продажам, ну, как бы, я не думаю, что там большая разница. Когда ты женишься? Не знаю пока. Приветствую тебя, Володя, я и участник в проекте. Живу в маленьком городе, подошел к девушке, старшейся себя лет на 10, познакомился, но тормознуло. Кольцо на пальце, говорила, что там, блин, самое интересное, хотелось бы больше видео о свиданиях. Такая штука, познакомился с девушкой, все было хорошо, я ей явно нравился, была даже влюбленность. Она приглашала меня к себе домой ночевать, я ее трогал, целовал, раздевал по пояс. Понятно, если секса не было, значит, у нее пропал интерес к тебе. Что делать, если девушка из богатой семьи, а ты нет? Я ей нравлюсь, и она мне тоже. Только хотелось бы узнать, что думает девушка о таких парнях. Не надо думать, что она о тебе думает. Соблазни ее, займись с ней сексом, начни с ней отношения. Не знаю, эта девушка будет тебя мотивировать. Ты подумаешь, да, она привыкла к хорошему уровню жизни, значит, мне надо больше работать. Чувак, не надо думать. Вместо того, чтобы думать, возьми и сделай то, что ты должен сделать. Сделай эту девушку своей женщиной, а не просто подругой или кем-то еще. Вам нужно перейти в горизонтальное русло. Сколько хочешь детей? Думаю, что двух. Сколько было в твоей самой младшей по возрасту и старшей девушке? Это закрытая информация. Так, что думаешь про армию? Служил или нет? Нет, не служил, меня мама с ничего не отпустила. Ну, если пришлось послужить, думаю, что это все равно какой-то опыт. Если бы сейчас меня спросили, хочешь или не хочешь, я бы сказал, что не вижу смысла. Мне бы хотелось услышать твое мнение о финансовой подушке безопасности. Стоит ли вкладываться в доллары или золото и серебро? Думаю, женщины это хорошо, но деньги надо заберечь. И дело не только, чтобы положить их в банк. Слушай, ну я тут не экономист, не могу прогнозов давать. Но если есть, допустим, какие-то суммы, я бы сделал так. Я бы часть купил в евро, часть купил в долларов. Ну и часть оставил в рублях. И, соответственно, положил бы в разные банки. В ячейки, например. То есть это лично мое мнение. Ну, либо в какие-то счета, с которых ты можешь очень быстро вытащить деньги. То есть и так далее. Ну, как бы я бы, наверное, сделал так. Если есть что ложить, ребят, ну, как бы деньги должны быть в разных каких-то ипостасях, скажем так. В разных, в разной валюте и что-то вроде этого. Так, так, так. Расскажи про пикап для женатых. Чувак, я считаю это говно. Ну, то есть если уж ты женился, либо ты разводись и пикапи, то есть либо ты живи со своей женой. То есть это как-то непорядочно. Пикап для женатых, не знаю. У меня, конечно, были несколько человек за это время, которые были женаты, и они хотели там прессовывать каким-то другим девушкам. Но это не экологично. Не знаю, я считаю, что как бы это неправильно. У меня ситуация такая, я женат, есть дети, вроде все устраивают, претензий нет к жене, но всегда есть соблазн. Ну, чувак, то есть давай, как бы туда же, к этому же вопросу. Не буду ничего говорить. Это, ну, как бы, я могу с этим согласиться, что да, есть там мужчина инстинкт, ему хочется разных женщин и так далее. То есть у меня есть свое мнение. Не знаю, но это вот не в прямом эфире. То есть я тут каждую ситуацию надо обсуждать отдельно, я считаю. Есть кто из Анапы? Вован, делай, пожалуйста, короткие видео, вопрос-ответ. Привет, мужик. Такой вопрос. Иду на первое тройное свидание с двумя девочками. Ощущение сумбурное. Просто захотел попробовать, каково это. Вот ты так себя вел на первом тройном свидании. Вот ты как себя вел на первом тройном свидании. То есть что значит тройное свидание? Это иметь в виду, что когда три девушки одновременно, да это прикольно, чувак. То есть, ну, это прикольно. То есть, как себя вести? Веди себя так же, как и на обычном свидании. Общайся со всеми, не знаю. Пытайся как-то потрогать кого-то из них. Угарай над ними. Вован, расскажи про бизнес-молодость. Хотя бы пятиминутный отзыв очень актуально будет. Я думаю, мы же все развиваемся. Ну, я думаю, что это полезная штука. Я к ним отношусь хорошо. Я могу сказать, что цех последний. Ну, я не очень-то как бы в восторге. Но это вообще крутой продукт. Почему я не в восторге? Потому что я пришел туда не с нуля. И, ну, часть информации, которую они давали, я уже где-то слышал и видел и так далее. Применял. Если ты вообще не в теме бизнеса или чего-то еще, то, я думаю, прям однозначно стоит сходить. Бизнес-молодость очень крутые ребята. Ну, как-то так. Мне 33 года, за всю жизнь было 4 девушки, к которым лежала душа. Не получилось. Перед так. Перебирать девушек в поисках достойно начинает заебывать. Забить. Гулять или продолжать просто знакомиться и ждать, когда снова загорится. Не знаю. Но я, короче, сторонник того, что жениться надо по любви. Раскрой тему родителей. Вов, ты часто говоришь, что очень важно, чтобы были хорошие взаимоотношения с обоими родителями. Чтобы все было хорошо в финансовом плане, в отношениях. Такая фигня, что мои собираются расходиться. Так, подожди сейчас, Алексей. Ну, смотрите, ребят, вот тут есть еще много вопросов. Я запомнил, что мы остановимся на родителях, а то видос уже очень большой. Значит, буквально на днях я выложу еще одно видео, которое будет посвящено следующим вопросам, на которые я не успел ответить. Ну, потому что, как бы, видос не может там быть больше получаса. Его просто смотреть до конца никто не будет. Если кто-то досмотрел, кому-то хватило терпения, вы красавчики. То есть, буквально через пару дней еще следующее продолжение буду отвечать на эти вопросы. А в комментариях под вот этим видео пишите еще ваши вопросы. То есть, я буду отвечать на них. То есть, пишите более интересные и серьезные вопросы. Вот. Еще раз приглашаю вас на тренинг 23-го числа на двухдневный уикенд с тренером. То есть, это будет недорогой формат. Это будет только практика. Суббота, воскресенье с утра до вечера со мной, с моей командой. Каждого из вас будем пинать до полусмерти, чтобы через вас прошло более 50 девушек, с которыми будет все очень круто. То есть, за эти два дня через вас пройдет больше женщин, чем за все время вашей предыдущей жизни. Что врать-то? Давайте вылазить из интернета. Лето на дворе, а вы, блин, сидите, знакомитесь в тиндерах, в шминдерах. Потом приходите на свидание, а там какой-то крокодил. Подробности под видео. Увидимся. Это был Шамшурин. Пока.